всем привет сегодня короткий обзор покупок из фикс прайса я хотела вам показать наш непременный товар который мы всегда покупаем фикс прайсе это овсяное молоко это чаще всего классическая 3 2 процента бывает и полутора процентная овсяная последний раз также брали рисовая но я его не успела заснять кстати понравилось вкус приятный вот так же часто берем от марки к примеру фамилия туалетную бумагу в прошлый раз за 150 рублей брала целых 12 рулонов в этот раз взяла вот домашние кухонные полотенца за 77 рублей два таких достаточно больших рулона также взяла еще одну новую книжку от елены уливая для своих деток мы уже раньше покупали книгу про космос и книгу про здоровье и в этот раз энциклопедия хорошего поведения и энциклопедия бытовых приборов книга хорошая красочная 200 рублей здесь много всего интересного шрифт приятный точно такой же как и вот остальных книжках дети очень любят эти книги читать пока что мы самим читаем но все-таки очень рекомендую все эти три книжки можете смело брать также я вот в прошлый раз еще покупал такую лампу для полимеризации гель-лаков 6 ватт она работает от usb провода он подключается удобно на тем что очень компактная я кстати думаю что 6 ватт это очень слабая мощность и ее будет недостаточно для сушки но я вот на днях я вот собираю скорую коррекцию мне один ногот совсем я сняла с него покрытие боялась что сломается сама покрывала только базой прозрачным топом вот но великолепно сушатся слои но я на всякий случай тут таймер на минуту я включала трижды кнопочку нажимала но за три раза точно все хорошо высохло и самое последнее что я бы хотела очень похвалить фикс прайс все-таки в них вновь появились кожные антисептики такие как перекись водорода и хлоргексидин по 1750 за штуку и такой антисептический гель где целых 100 миллилитров 70 процентный этанол за 77 рублей это здорово мне очень повезло сегодня зайти фикс прайс что я нашла эти антисептики которые сейчас везде исчезли или продаются по каким-то сумасшедшим ценам в общем всем желаю здоровья закупились запасом детских зубных паст это самая любимая зубная паста гель от марки веледа у моих деток оба сыночка их очень любят также появились в наличии влажные салфетки лавляр с клапаном и здесь у нас упаковка из трех штук купила от марки леврана гель для интимной гигиены и антисептический гель для рук он без спирта но имеет очень хороший состав где имеется натуральные антибактериальные противовирусные компоненты и также взяла попробовать вот такой вот интересный универсальный спрей о минерал очиститель месяц назад заказала на алиэкспресс сейчас в конце апреля пришли масочки многоразовые с клапаном вот так выглядит взрослая маска я выбрала просто черного цвета здесь внутри есть кармашек куда можно ставить вот такой угольный фильтр в комментариях было сказано что фильтром одним можно пользоваться неделю стирать его не нужно стираем только маску единственно за счет вот этого клапана маску гладить не очень удобно но изнутри хотя бы я стараюсь гладить вот уже один раз я постирала чтобы мы могли примерить и вот варианты детских масок они все шли как бы одного размера но оказалось что это чуть чуть больше это чуть меньше соответственно эту дам старшему это младшему детских масок комплекте шло тоже по одному вот так выглядит детский фильтр он по размеру чуть меньше взрослого наверное стоит до заказать еще но в принципе даже без фильтра конструкции маски удобная регулируются вот эти завязочки и по толщине неплохая для взрослой маски еще пять сменных фильтров заказала отдельно по моему 40 рублей по моему штука фильтр стоили детские маски больше 150 рублей взрослая по моему тоже около такого ценового диапазона была я еще у других продавцов заказывала но те пока что еще не пришли оказалось что в одной такой упаковочке взрослой маски идет целых два фильтра так что этого хватит принципе надолго жалко что для детских этот фильтр великоват сегодня у меня есть несколько интересных покупок из магазина fix price в магазинах таких как fix price а также разных продуктовых супермаркетах и аптеках уже появилось большое количество дезинфицирующих средств наконец-то и я заметила две вот такие вот новинки fix price и решила их попробовать один называется ваша защита гигиенический лосьон косметический здесь 75 процентов этилового спирта запах не резкий приятный ведь в отличие от изопропилового спирта у этилового спирта запах все-таки приятнее но дезинфицирующий эффект у них примерно одинаковый да но на самом деле не сладкая давай проверим на ручках упаковку она имеет какого-то одеколона я бы так сказала вот у него распылитель давай кариб ручку протестируем какой-нибудь одну дай вот понюхай какой запах вкусный как у мужских духов так скажи как у малины но достаточно вкусный запах и упаковка стеклянная конечно не супер компактно но в принципе при желании можно это пометить сумочку или держать где-то там у себя на рабочем месте или дома на входе так же вот такое вот средство супер защита дезинфицирующие средства для всех типов поверхности для рук и тела для сантехники для дверных ручек для электроники для дома 300 миллилитров объем и здесь упаковка у нас также стоила 99 рублей вот таким распылителем аэрозольная упаковка ну давайте крючку чуть запах тут отличается от этого менее сладкий такое я бы сказала не супер приятно но и не настолько резкий какой обычно бывают у подобных средств вот такой упаковки честно я еще не видела плюс в том что тут наверняка ничего не прольется и может долго храниться но беречь от огня кстати как она пахнет понюхай вот тут ну как какой запах вкуснее вот этот или вот этот вот этот я тоже так думаю что этот вкуснее но этим руки будем обрабатывать а вот этим дверные ручки всякие телефоны и прочее будем обрабатывать нет давай посмотрим что тут можно обрабатывать ну вот смотри тут рисунки тут можно обрабатывать руки да можно обрабатывать унитаз можно обрабатывать ручки можно телевизорка можно дома все верно каримушка вот в такой большой упаковке всего лишь за 50 рублей я купила жидкость для снятия лака там от этой марки пюр кюр было две два варианта вот это такая более сильная жидкость то есть он удаляет и стойкие виды лака и была более какая-то ухаживающая жидкость но тут тоже кстати масла натуральные масла масло сои сладкого миндаля и экстракт витамина е добавлены так что я буду пробовать последнее время я все-таки сняла гель-лак сейчас пользуюсь вообще такой прозрачной эмалью но планирую обычным лаком пользоваться потому что к сожалению гель-лак даже при очень хорошем мастере маникюра не то что я сама себе делаю а вот у хорошего мастера где-то за полгода ногти прибудет не очень хорошее состояние но это индивидуальная особенность моих ногтей они очень слабые и очень ломкие вот такие штучки я вам уже неоднократно показывала это для таких акриловых комодиков хотела купить два так как мне как раз у меня две стопочки по три по моему в каждом я хотела добавить четвертый отдел в каждом но был в наличии магазин только один думаю сейчас один куплю потом еще один так же давно хотела взять и тут нашла по недорогой цене резиночки для волос это для плетения косичек и прочих причесок создания черного цвета взяла более менее этот цвет не заметен у меня на волосах и в отличие к примеру от резиночек для плетения они так сильно к волосам не цепляются для плетения браслетиков и меньше травмируют их даже можно повторно использовать и последнее что я вам хотела показать это вот раньше я уже видел но в этот раз прям не удержалась купила за 149 рублей от бренда kitchen вот такой вот бутылочку для воды с колбой в эту колбу как я поняла по картинке можно помещать разные фрукты ягоды заливать водой и получается такая вода с фруктами с овощами для лета мне кажется это будет очень хорошо достаточно широкая но не сильно проливающийся тут горлышко должно быть в общем было три цвета красный фиолетовый и зеленый но я выбрала фиолетовый цвет 820 миллилитров всем привет хотела показать свои последние покупки из магазина фикс прайс здесь не очень много всего но есть такие интересные вещи которые думаю вам могут пригодиться во первых уже не помню в как в который раз я купила вот еще один ярус такого акрила органайзера за 99 рублей конечно когда год два назад они стоили 77 рублей было еще выгоднее но и эта цена принципе неплохая недорогая принципе они мне всем устраивают только очень толстые широкие или длинные палетки теней в них не помещается все остальное в принципе неплохо помещается поэтому купила вот еще один для сыночка старшего взяла еще один набор гуаши 12 цветов за 99 рублей у нас уже такое есть мы им пользуемся несколько месяцев вот эти наши но здесь уже пара цветов закончилась еще один цвет засох поэтому решила купить новый мне кажется эти краски не хуже акриловых но при этом стоит не так дорого и здесь много цветов 12 штук также взяла набор кисточек мне консультант похвалил вот эти я еще раньше не брала кисточки магазине фикс прайс набор 77 рублей здесь у нас целых пять кисточек разного размера но думаю что должны быть такого среднего качества но надеюсь что более менее нас устроит также на кассе взяла по 77 рублей два вот таких геля антисептика для рук этот мужа пробовали мне он понравился тем что он не имеет лишних запахов не имеет резкого запаха так как сам по себе этиловый спирт который здесь составе он не так резко пахнет как примеру изопропиловый спирт здесь тоже этиловый спирт плюс еще глицерин решила взять его тоже попробовать запах тоже примерно одинаково не очень резкий также взяла вот такие скотчей их уже раньше брала они хорошие достаточно липкие мне они нравятся и не слишком узенький и также взяла вот такой вот спонжик для макияжа так называемый бьюти-блендер из фикс прайса от гуд лук за 99 рублей я уже не первый раз беру такой спонжик конечно же он очень долговременный долгоиграющий как впрочем и другие подобные спонжи от мы для макияжа не самый возможно мягкий но достаточно мягкий вот даже в таком состоянии обезвоженном он мягкий как обычно взяла не молоко классическое и для гигиены я кстати вся эта покупка вышла на 853 рубля всем привет сегодняшнем видео хочу вам показать разнообразные многоразовые и варианты одноразовых масок для лица с которыми нам пришлось близко и тесно познакомиться в последние три месяца если вам интересно то продолжайте просмотр месяц назад заказала на алиэкспресс сейчас в конце апреля пришли масочки многоразовые с клапаном вот так выглядит взрослая маска я выбрала просто черного цвета здесь внутри есть кармашек куда можно ставить вот такой угольный фильтр в комментариях было сказано что фильтром одним можно пользоваться неделю стирать его не нужно стираем только маску единственное за счет вот этого клапана маску гладить не очень удобно но изнутри хотя бы я стараюсь гладить вот уже один раз я постирала чтобы мы могли примерить и вот варианты детских масок они все шли как бы одного размера но оказалось что это чуть чуть больше это чуть меньше соответственно эту дам старшему это младшему детских масок комплекте шло тоже по одному фильтр он по размеру чуть меньше взрослого наверное стоит до заказать еще но в принципе даже без фильтра конструкции маски удобная регулируются вот эти завязочки и по толщине неплохая для взрослой маски еще пять сменных фильтров заказала отдельно по моему 40 рублей штука фильтр стоили детские маски больше 150 рублей взрослая по моему тоже около такого ценового диапазона было оказалось что в одной такой упаковочке взрослой маски идет целых два фильтра так что этого хватит в принципе надолго жалко что для детских этот фильтр великоват сегодня я покажу вам еще несколько новых масочек с aliexpress но для начала хотела дать отзыв вот по вот этим маскам значит особенность их в том что они легко одеваются плотно подлегают к лицу но вот эти вот ушки их не регулируются и когда их долго носишь как бы немножко натягивает так как запасная маска которая будет мало места занимать у вас сумочки или в кармане почему бы и нет стирается хорошо вот эти наклейки все еще на месте но именно что как-то мне немножечко тянет уши хотя мне сейчас уже все маски тянут уши уже уши устали от масок чего не будет кстати вот с этими масками эти маски я заказывал первыми но пришли они мне последними взрослый заказал в трех цветах детские двух цветах вот эту серую маску мой муж уже несколько раз одевал поначалу на каждой чересчур тоненькая но если присмотреться это двуслойная такая ткань тянущаяся эластичная синтетическая но за счет того что она достаточно тоненькая дышится в ней легко взрослые маски вырезаны аккуратно а вот одна из детских масок как-то не очень ровненько вырезана вот видите даже как будто бы вот вручную это вырезали но если не придираться к таким деталям принципе они все достаточно неплохие ну как вы понимаете открывается вот таким образом и надевается стирается хорошо и сохнет быстро за счет того что ткань это синтетическая конечно же она не супер плотная маска но если сравнить с той же одноразовой маской мне кажется эта маска будет защищать не хуже единственное вот черная пришла ко мне немножечко с браком при ее открывании было видно что этот шов не состыкован одна половинка сверху толчал другая снизу но я просто взяла ножничками отрезала боялась что ткань это разойдется но она как будто бы проклеена по всей длине это двухслойная ткань поэтому вышла в принципе нормально эту маску тоже можно носить вот эта детская маска тоже в принципе неплохая но будут как запасные у деток у нас есть маски с клапаном кстати мне моя маска с клапаном нравится больше всего но она и дороже всех остальных стоит я планирую еще две-три с клапаном до заказать потому что мне кажется они самые такие плотные самые надежные дышится за счет клапана тоже не так сложно но конечно же очки запотевают любом случае но не очень сильно вот такие вот еще интересные масочки конечно же эти выглядят как-то менее надежно но тоже неплохо фильтрует воздух защищает от каких-то возможных внешних воздействий по форме похожие вот на эти маски у меня еще есть две вот таких маски я их самом начале этого карантина купила вот за такую цену за одну штучку в нашем магазине 5 цен форма похожа но они сделаны из тонкого поролона все вроде бы ничего и дышится в них нормально однако немножко страшно что этот поролон на ушки может порваться так в принципе как вариант тоже ничего а в наших магазинах местные цеха по пошиву одежды переключились на пошив масок и выпускать сейчас вполне неплохие маски эту маску муж уже носит пару недель она в принципе еще не растянулась не порвалась из чистого хлопка дышится в ней легко гладится легко и в общем стоило всего 60 рублей так что уже как вариант можно ничего из китая не заказывайте покупать маски местного производства также для сравнения хотела показать что вот в самом начале карантина нас многоразовых масок практически не было и вместо всем привычных вот таких вот красивеньких гладеньких одноразовых масок стали выпускать вот подобные самодельные там ну цена правда не очень дорогая по 20-30 рублей были но конечно же вот эта ткань она отличается по плотности по составу от той что было в оригинальных масках поэтому мне они особо не понравились но если нет никакого варианта то конечно это лучше чем ничего и я вам уже раньше показывала что мы с мамой шили вот такие вот маски из ткани взрослые и детские и в принципе ими мы тоже достаточно долго пользовались пока вот не купили всяких вот таких вот готовых масок так что всегда можно найти выход я не понимаю если честно таких людей которые заходят в магазин в общественный транспорт в лечебное учреждение без маски о чем они думают причем зачастую это могут быть даже люди пожилого возраста из группы риска зачем так вот своим здоровьем рисковать конечно маска сто процентов вас не защитит вот такие маски они порядка 20-30 процентов защищать но это лучше чем ничего если таких две маски одеть уже можно рассчитывать на 40 процентов такая мне кажется тоже около 40 процентов дает защиту вот такая масочка эти масочки кстати тоже шьются нас в республике продаются у нас в обычных продуктовых и химических магазинах то тут удобно можно отрегулировать вот эти вот ушки чтоб сильно не давили но в то же время плотно прилегала маска к лицу так вот такие маски мне кажется тканевый ну наверно примерно процентов 40 а если вот подобная маска допустим с клапаном плюс сюда еще вставить угольный фильтр то уже все 60 будет это конечно не полная защита как респираторы специально противочувно гостюм но для улицы для обычных там общественного транспорта и каких-то учреждений этого в принципе вполне достаточно это лучше чем ничего чем идти без маски и надеяться на непонятно что конечно же по поводу перчаток на короткое время одеть в магазин не вижу это ничего плохого но целый день в них ходить это не вариант постоянно менять никто не будет потому что очень дорого поэтому самый простой вариант это вот такой гигиенический гель для рук на основе этилового или изопропилового спирта 70 процентного тут в компонентах бывает глицерин еще какие-то добавки которые предотвращают чрезмерное пересушивание кожи рук и дома конечно же моем просто мылом и пользуемся постоянно увлажняющим кремом для рук и тогда в принципе все будет в порядке а вот эту беленькую масочку из чистого хлопка по неплохой выкройке которая чем-то похожа принципе на ту выкройку что мы делали с мамой мне подарила фирма дистрибьюторы косметологических препаратов тоже им спасибо приятно если вам понравилось мое видео то пожалуйста ставьте пальчик вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всех люблю целую пока пока до встречи в новых роликах